Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Здравствуйте! Это мой загородный. И я, Маша Тихонова. Здесь самые интересные и полезные видео на нашем канале и в интернете. В этом выпуске «Куриные истории». Моя радость. Встреча судьбоносная и яйценосная. Мой метод. Пробить скорлупу. Мои советы. В погоне за отцом семейства. Моя красота. Куры-гвардейцы. Так что же появилось раньше? Курица или все-таки яйцо? Если вы городской житель, то да, яйцо. Причем из супермаркета. А если вы живете за городом, то ответ будет – курица. Итак, вы начинаете решать вопрос бесперебойной поставки яиц к своему столу. И уже готовы купить кур. А как подготовиться к этой встрече? Расскажет автор канала «Хозяйство Воронова». Обычно продают 4-месячных кур молодок, плюс-минус полмесяца. Как бы продавец не торопился, постарайтесь его задержать, пока не осмотрите всех кур в курятнике. Если есть больные, то сразу поменяйте. Кстати, лекарствами не пользуюсь, а только природными. Репчатый лук, горький перец более доступны и работают на все сто. Как я определяю больную курицу? К сожалению, всех больных и слабых сразу выявить не удается. Чаще птицы находятся в шоке, хотя поведение каждой привоз может разниться. Бывало, словно куры тут всегда жили, а в другой привоз несколько дней шарохаются и всего боятся. Сразу после выгрузки можно определить полудохлых или заметить повреждения, болячки. Уже на следующий день куры более адаптированы, и тогда осмотреть можно более тщательно. Если что, то пролечить. Самое распространенное заболевание – курица простыла, тяжело дышит, кашляет, чихает. В таких случаях применяю луковый сок 50 на 50 с водой. Каждый день вливаю в клюв 4-5 мл и 3 дня подряд. В течение нескольких дней курица выздоравливает. До привоза птицы готовлю в курятник все необходимое. Подстилка на полов и гнездах, вода, речной песок с камушками, ракушка, древесные угли с золой. В кормушках на все время адаптации комбикорм ПК-1 и зерно пшеницы. Можно чуть-чуть ячменя. Сразу кидаю в горстку резаного репчатого лука. Его даю 3 дня подряд, чтобы привыкли. Затем длительный перерыв. В первые дни после покупки кур, после заселения, включаю красную лампу на 1-2 суток. Красный свет успокаивает птицу и в помещении теплее. Быстрее адаптируется. В воду кидаю несколько зубчиков чеснока. Каждый день меняю воду, а чеснок оставляю. И так приблизительно 3 дня подряд. Две большие разрезал для пахучести. И четверть воды. Все равно много они не выпьют. Кстати, раньше я использовал метиленовую синь. Но так как другим очень трудно ее было достать, поэтому пошел другим путем. Вот теперь и показываю. Как правило, уже через месяц или раньше начинают нести первые яйца. Сначала маленькие, потом они все крупнее и крупнее. Например, у ломан-браунов уже через месяц они товарного вида. Хотя могут и сразу появиться крупные. Ну, уже больше даже 50 грамм. А теперь о яйцах, которые успешно миновали стадию продукта и развелись в нечто более самостоятельное. Нужно ли помогать цыплятам появиться на свет? Нужно, считают многие. Более того, первые часы жизни цыплят должны пройти в особой атмосфере. Теплой, но не слишком влажной. Имеется вот тут такая небольшая бригада. Здесь у нас их 8. Пока 8. Вот такая, это последние осклопсыхают. И вот здесь, первый бокс, их 16. Вот такие карапузы. Ну, если честно, ну, конечно, по сравнению с тем, что я перепелов выводила последний раз, это просто гиганты. Ну и, в принципе, с обычным цыпленком-несушкой, конечно, они больше. Вот такая бригада. Эти уже у нас обсохли под закрытой крышкой. Им теперь жарко. Крышка элементарно подвинута. Эти еще досыхают, только там местами не досохли. Крышка еще закрыта. То есть, смотреть по ним, по поведению. Что у нас происходит здесь? Здесь последние яички лежали. Вот буквально полчаса назад я проверяла, никого не было. Влажность высоченная, процентов 80. Вот вылез. И вот. И вон еще все. Ну, максимум здесь под подозрением два яйца, которые не проклюнулись. Ну, я вот здесь, видите, пробила пальцем скорлупу, потому что имею опыт того, что цыпленок может задохнуться. Если он себе вот как здесь пробил норку, он уже не задохнется, будем ждать. Вот эти сейчас мы отправляем. Смотрите, почему я забираю мокрых цыплят. Всегда все люди ждут, когда в инкубаторе высохнут цыплята. Да, они помогают увеличить влажность для остальных яиц. И как бы это естественная материнская утроба. Да, но влажность действительно становится высокая. Мы и так ее повышаем. И цыплята получаются здесь, ну, прям как в мокроте, в какой-то под душем находятся. Вот, и мне это не нравится. Я их переношу в сухое, теплое, притеплое место, которыми являются мои боксы. Вот так. Они быстрее там просыхают. Все-таки больше свежего воздуха, нежели вот этого мокрого воздуха, который внутри. Вот. Влажность я контролирую сама. То есть у нас залиты ячейки по таблице, да. У нас дополнительно либо губка лежит, либо тряпочка, которую я смачиваю. И та влажность, которую выдают цыплята при высыхании, это максимальная влажность. Это уже лишняя влажность. Я знаю, почему я так говорю. Потому что многие... Я уже вывожу не первый раз. Далеко не первый раз. Поэтому бывает такое, что от высокой влажности цыпленок захлебнулся в яйце и не вывелся. Поэтому я пересажу в сухое место, где другие малыши помогают обсохнуть, согреться, обнимаются там. И малыш уже находится в нормальном сухом пространстве. Настало время задуматься о роли отца в семье. Куры очень хорошо умеют делать вид, что мужчина, в смысле петух, это слабое звено. И без него только лучше. Ну а как еще вести себя, если рядом нет сильного плеча? Но как только рядом появляется кто-то интересный, куры охотно забывают о том, что они бойбабы. Правда, иногда кого-то интересного для начала надо поймать. Всем привет! Идем ловить петуха и отправлять его в курятник. Пусть он там порядки наведет с курами. Что и как он там. Ну посмотрим, на несколько часиков. Сказали, что он большой и может задавить этих молодых, но посмотрим. Хотя бы на часик, на два оставим их там. Может он их яйца научит ложить. Они у нас сидят в карцере. Наказаны. О! Шо? Сидят. Вот они у нас. Они у нас наказаны. Одна не несется, а другой просто жрет без всякого толка. Так что мы их наказали и закрыли в карцер. Свинарник. Свинарник. Ну сейчас Петя может быть это понадобится. Закрывай только, зайди. А то еще свалит. Привет. Привет, Петя. Он что-то не понял вообще, что происходит. Ой. Сейчас будет летать. Ох ты, что такое! Я не думал, что он будет так проходить. Вот давай, зайди туда. И все. Ой, ой, ой. Ой, поймал. О, способ. Ну-ка. Посмотрим. Музыка 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 Ой, раскукарекался Ну шо, девчули? Вы яйцо-то не снесли, никто Чё, яиц нет? Не яиц нет Музыка 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 Ну чё, Петя? Ну чё, Петя? Давай, Вадик, короче, поголовье своё Музыка О, фига Парня, что приехал, все такие довольные Да? Ну будем надеяться Давай, Петя, воспитывай их, чтоб маленьких не обижали. А то эти маленьких беленьких обижают. Да, может, порядки наведешь. Вам хотелось бы, чтобы по вашему двору вышагивали куры, похожие на гвардейцев придворного дивизиона. Да, на тех самых, которые охраняют Букингемский дворец. 200 лет назад в России это не было чудом. На свете немало кур, которые выглядят весьма аристократично и даже царственно. Русская Павловская курица. Несомненно, самая красивая порода в мире. Есть такое даже мнение, что все хохлатки, лохматки произошли именно от этой породы. Эта порода очень древняя. Сколько лет, 200 или 300, никто, к сожалению, не знает. Но одно известно абсолютно точно, что порода эта появилась в Нижегородской губернии, в селе Павлова. Было это очень давно и радовала эта курочка, по всей вероятности, помещиков до дворян. Но, к сожалению, с приходом революции то ли ее буржуйское происхождение подвело, то ли просто было не до нее. Но эта порода полностью и абсолютно пропала. Тем не менее, за это время хитрые турки, да, мальчане успели завести себе за морские края нашу русскую курочку. Отсюда появились такие породы, как султанки и прочие-прочие-прочие лохмоногие и лохмакчубые курочки. Ну, а красота этой курочки была настолько велика, что вы даже не поверите, на одной из выставок в Италии курочку и петушка Павловской породы продали аж за 2,5 миллиона долларов. Сейчас, конечно, цены уже совершенно не те, и слава Богу, потому что в 80-х годах, опять же, того же прошлого столетия, наши советские селекционеры смогли восстановить эту породу. Ну, а теперь уже для восстановления этой породы, по всей вероятности, наши селекционеры забрали у турков назад султанскую породу, добавили туда фавероль, ля фреш, у голландцев что-то поимели, и, слава Богу, в первозданном виде наши павловские курочки вновь стали нас радовать. Вот такая вот прелесть вновь появилась у нас во дворах, небольшого размера, крепкого телосложения, с хохолком, с бородкой, с бакенбардами, густым оперением, туловище, ног. Ну, и, конечно же, это хохолок. Ну, что тут может быть прекраснее, это уже просто какие-то швейцарские или английские гвардейцы с фонтанчиком, округлые формы, большие, маленькие, да какие угодно. Гребень совершенно здесь не виден, да он уже и не нужен. Сережки покрытые перьями, баки спускаются по щекам. Ну, что еще может быть чудеснее? То ли это курица, то ли это фазан, а распустит крылья, так уже и почти в павлин. Вот такая вот замечательная курочка. И вот тут вы не поверите, это курица мясо яичного направления. Да, дорогие мои, несет яйца, вкусные диетические, причем в размере от 150 до 300 яиц в год. Вот такая вот курочка-то замечательная, а? И красота неимоверная, и яичками еще вас засыпет. А теперь наша рубрика «Мое все». Рассказываем обо всем самым прекрасном в вашем саду. Посмотрите, какой урожай вырастила в селе Чистополье, Кировская область, наша подписчица Даша Чапайкина. А это фото домашних любимцев, которые прислали наши подписчицы. Вы садовод, да еще и блогер, или только собираетесь им встать, но уже снимаете видео? Присылайте его нам. Расскажем про ваш сад всей стране. И, конечно, укажем авторство. Меня зовут Маша Тихонова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!